Всем привет! В этом видео я бы хотел рассказать о встроенной видеокарте от Intel, которая называется GMA3100. Обычно эта графика установлена в чипсете G31 на материнских платах на 775 сокете. В этом видео я хочу проверить ее производительность Windows 10. В тестовую сборку установлен двухъядерный процессор Corto Duo E4600 с частотой 2,4 ГГц. Оперативная память установлена типа DDR2 общим объемом на 2 ГБ. На 800-й частоте. Материнская плата от Гигабайт называется GA-G31M-S2L. Операционная система Windows 10, LTSB-версия 32-битная. Начнем с браузера и офисных приложений. YouTube можно было смотреть в качестве 720p в 30 кадров в секунду. В более высоком качестве были заметны пропуски кадров. В целом мощности процессора и количества оперативной памяти для браузера и офисных приложений не всегда хватало. Давайте теперь перейдем к играм. Практически все игры запускались в разрешении 720p. Первая будет CS Source. Она работала на минимальных настройках графики с высоким разрешением текстур. Средний FPS 30-40 кадров. Следующая игра GTA Vice City запускалась с дальностью прорисовки выше среднего с золоченным FPS. Игра работала стабильно. Следующая игра Terraria. Она работала на минимальных настройках графики, а средний FPS колебался около 25. Играть было некомфортно. Еще я заметил не только по этой игре, а также по остальным, что игры на DirectX 9 работали некорректно. Поэтому большинство игр в тестах работают в режиме DirectX 8 и других. Некорректную работу я могу показать на примере Half-Life 2. Игра запускалась на минимальных с высоким разрешением текстур. Когда она запускалась в режиме DirectX 9, были некоторые артефакты. Это исправляется с командой DX Level 80 при запуске исполняемого файла. Следующая игра, первая часть Portal. Запускалась на минимальных настройках. Средний FPS составлял 25 кадров. В этой игре был упор в производительность процессора. Так как эта игра на том же движке, что и CS, то здесь были тоже артефакты. Разрешались они так же, как я и сказал раньше. Следующая игра, Генералы. Запускалась на минимальных настройках с максимальным количеством частиц и высоким разрешением текстур. Средний FPS колебался около 30 кадров. Эта игра на тестах была запущена в HD разрешении, но так же я её пробовал запускать и в Full HD. На этой сборке и с этой встроенной графикой. И в принципе играть было удобно. Единственное, во время взрыва FPS просаживался до 20. Следующая игра, первая часть Far Cry. Игра запускалась на полностью минимальных настройках графики. Но я думаю, более качественные текстуры не повлияли бы на производительность. С низкими настройками в самой нагруженной сцене, минимальный FPS составлял 30 кадров. Следующая игра, Майнкрафт. Всё было выключено, кроме анимации. Дальность прорисовки стояла почти на минимальном уровне. Средний FPS составлял 50 кадров. Тест проводился на версии 1.8.2, так как более новые не поддерживаются из-за старой версии, поддерживаемой OpenGL устроенной графики. Следующая игра, первая часть Call of Duty, запускалась на минимальных настройках с максимальным разрешением текстур. FPS во время игры колебался от 30 до 60 кадров. Следующая игра, вторая часть Call of Duty, запускалась также на минимальных настройках и с максимальным разрешением текстур в режиме DirectX 7. FPS составлял 30-60 кадров. Последняя игра, Dawnstarve. И в общем, на низком разрешении, с низкими настройками в графике, она очень лагала. Очень. Я также пробовал запускать GTA San Andreas, но поскольку она была на DirectX 9, она работала плохо. Показывала около 5 кадров в секунду. Impulse Pit Most Wanted, Underground, Carbon тоже работали плохо. Показывали около 1 кадра в несколько секунд. То есть даже зайти в настройки графики было проблематично. Я пробовал запускать Dead Space, но он выдал ошибку и не запускался. В играх таких как Left 4 Dead, третья часть Warcraft, X-Machine, а также в третьей части Command & Conquer была такая же история. Как-то так. Если вы хотите собирать сборку без дискретной видеокарты на 775 сокете, то я не советую рассматривать материнские платы с GMA 3100 как вариант. Я рекомендую предобретать БУ материнские платы на G401, G405 чипсете со встроенной графикой, например, GMA X4500, которые намного производительнее и имеют поддержку DirectX 10. Кстати, по GMA X4500 у меня есть отдельное видео с ее тестами. Материнские платы с такой графикой также нередко встречаются на Авито и подобных площадках. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok